Дети питаются пять раз в день. Завтрак, обед, полдник и два ужина. При этом здесь соблюдены необходимые нормы и правила. Большинство продуктов, из которых готовится еда для детей, от кубанских производителей. Специалисты стараются сами посещать фермы и предприятия, с которыми работают. Они не только получают необходимые сертификаты соответствия ГОСТу, но и сами видят, из чего и как делаются продукты. Меню сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. После этого, когда еда для детей приготовлена, Роспотребнадзор забирает пробы на наличие патогенной флоры или антибиотиков. То есть, проводится двухступенчатый контроль. Подобная работа ведётся на постоянной основе во всех лагерях. У нас с 2012 года единым оператором питания в школах является стандарты социального питания. И, соответственно, во всех лагерях, которые в июне месяце было 52, у нас организовали питание стандарты социального питания. Лагерь «Ласточка», о котором мы давно мечтали, в этом году, 1 июня, открылась первая смена. И, соответственно, питание также организуется. Наряду с питанием в школьных лагерях по поручению главы города Алексея Копайгородского уже начата работа по подготовке к новому учебному году. Подготовка к новому учебному году началась уже в начале лета. Сразу после того, как закончится питание в детских лагерях, мы приступим уже к активной его фазе. В начале лета уже было разработано 20- и 24-дневное меню. Это два цикла по 10 и 12 дней, соответственно, для младших классов и для старшеклассников. В августе по плану мы сдаём это меню в Роспотребнадзор для получения соответствующих согласований. Также с 1 сентября в новой школе номер 19 в микрорайоне Мамайка впервые в Краснодарском крае для оплаты школьного питания взамен пластиковых карт будут введены специальные брелоки. Они имеют встроенные чипы для того, чтобы ребёнок мог расплатиться в школьном буфете, а также прикрепить их к ключам и не потерять. В дальнейшем эту систему планируется внедрить во всех образовательных учреждениях города Сочи. Также разработано мобильное приложение, где родители могут отслеживать, как и чем питался их ребёнок в школе. Детям же главное, чтобы было вкусно. Здесь очень вкусное сбалансированное питание. У нас дают очень много еды, и мы здесь абсолютно много кушаем, наедаемся и набираемся сил для наших дальнейших тренировок. Вчера на ужин нам давали тушёную капусту с котлетой и давали нектарины. И мне очень понравился этот ужин. Мы спортсмены, и мы нуждаемся в определённых микроэлементах и сбалансированной пище. Кроме круглосуточного лагеря «Ласточка», муниципальной программой «Дети Сочи» в период летних каникул запланирована организация 52 профильных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций, а также 44 лагеря труда и отдыха.